Приветствую вас. Я думаю, что здесь на самом деле советом не обойтись, потому что изначально вы относитесь к себе, к своим чувствам достаточно пренебрежительно, достаточно скептически, вот, принижайте их, свои чувства, вот, и не прислушивайтесь к себе. А у того, что вы не прислушивайтесь к себе, есть свои причины, у того, что вы не прислушивайтесь к себе, есть свои основания, у того, что вы не прислушивайтесь к себе, есть, ну, скажем так, свои основы, да, вот, то есть, для вас это, как бы, ну, своего рода привычка, то есть вы, скорее всего, привыкли просто не относиться к своим чувствам адекватно, корректно, вот, вы привыкли к своим чувствам относиться, собственно говоря, скептически. вот, и в некотором, в некотором смысле именно этот момент он вам не мешает, в некотором смысле именно этот момент не позволяет вам идти дальше, двигаться дальше, двигаться вперед, вот, потому что все время вы, получается, не удовлетворены, все время вы, получается, находитесь, ну, вот, знаете, в сомнениях каких-то все время вы находитесь, вот, все время вы находитесь в напряжении относительно, вот, тех ситуаций, да, вот, тех моментов, которые происходят в вашей жизни, и я понимаю, как вам тяжело, но вопрос-то он на самом деле свершит следующим образом, эм, почему вы ставите свои, допустим, когнитивные моменты, да, именно свои, именно свои когнитивные аспекты, почему вы ставите их, эм, грубо говоря, выше, чем эмоции, вот. То есть у этого, очевидно, есть, эм, какие-то, эм, тоже причины, вот. И, собственно говоря, мне кажется, что, эм, нужно эти причины вам, ну, вам для себя понять и определить. Вот. И если вы будете брать ответственность за себя, если вы будете брать ответственность за свои, свои чувства, если вы будете прислушиваться к себе, к тому, что вы не хотите, э, к тому, что вам хочется, потому что вам не хочется, что жизнь будет просто более, э, более лёгкой, чем сейчас. Ведь это нам кажется чуть тяжёлой. Вот. Вот. Вот вы пишите. Последние полтора года у меня встречает мысль, что рядом не тот человек. А кто тот человек в сцене? Вот. Какой человек объективно тот? Вот просто. Какой человек? Тот. Когда встал вопрос о браке, перевод его по службе в другой город и нужно было решать местным или нет. Я задумал, хочу ли я вообще выходить за него замк. Но это были сомнения. Сомнения нужно разобрать, да, то, почему они возникают, почему нет уверенности. Возможно, вы чего-то боитесь. Возможно, э, вы себя чего-то лишаете. Вот. Нужно здесь просто взвести себя и прочее. Вот. Посмотреть, кроме того, совместимость на личностном уровне. То есть, насколько вы друг другом совпадаете. А, внутри что-то меня останавливало. Что именно? Я не хотел. Нет, не хотели, не хотели. Даже зачем же вышли? У меня была достойная работа. Что это значит? Рядом родные, хотя от них тоже иногда хотелось сбежать. Видите, у вас есть проблемы со взаимодействием с близкими людьми. У вас есть проблемы с эмоциональной близостью, очевидно. А, выйдя замуж, я теряю все. Вот видите? Для вас замужество – это потеря. То есть, это страшно. Но почему вы воспринимаете брак именно таким образом? Не в семье или вашей у вас такое восприятие брака? А, становлюсь частью его жизни? Нет. Это очень такое, ограниченное, я бы сказал, восприятие брака. Очень ограниченное. Что значит, вы становитесь частью его жизни? Ну, вы входите в его жизнь, да, но вы не становитесь частью его жизни. Это первое. Второе. Брак эмоционально между людьми ничего не меняет. Я не особо хотел вас. Почему? Ну, чего вы хотели. Брак эмоционально тоже не близок. Говорили, что мы разойдемся через год-другой. Мы не подходим друг к другу. Это не любовь, что нам удобно, и все. А, получается, вы эту тему обсуждали с друзьями, получается. Свои сомнения вы обсуждали с друзьями. Значит, зачем? То есть, вот это вот, это неуверенность в себе, да, ваша. Оно же означает просто то, что вы не прислушиваетесь к вашим сомнениям и пытаетесь игнорировать их. А отсюда повышение тревожности. Всегда. Так, значит, я и сама не уверена была, что это любовь. Ведь нам было скучно вдвоем, но у нас нет ни своих, ни общих интересов. В совместное время проводим в телефонах. Большинство на службе, я на работе. Но, тем не менее, хороший человек заботится. Деньги зарабатывает и все в том, как говорится. И вам этого достаточно? А зачем вам эту? Вот эту зачем? Несмотря на все, я все-таки вышел за него, так и не смогла отказаться от этого брака. Почему не смогли отказаться? Я сомневаюсь, ехала в ЗАГС, я сомневаюсь, живу весь этот год. В чем? Толчком для написания этого всего всегда стала ссора с ним. Значит, какой вклад вы внесли в ссору? Так, когда он психует, он бросается и вокруг телефона бьет. Ну, то есть истерика пасает. Мне кажется, когда-то он побьет меня. Страшно. Вот это то, что занимает себя защитить. Проблема личной границы. Не уверена в себя. После такого я обидеть его не хочу и ненавижу. Просто. Потому что мужчина выступает пропятством для того, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Не прикладывайте на него ответственность за то, что вы несчастливы. У него всегда виновата я, что выложил его из себя. Ну, дело не в том, что считает мужчина, а дело в том, как считаете вы. Я не могу никак оправдаться и ответить иначе. Ну, оправдывает тот виноват. Свой полчаса считает, что вы виноваты. Внутри и в глубине души вы сомневаетесь в том, насколько вы невиновны. Расходите оправдаться. На все мои слова у него есть свои ответы. И что? Это нормально. Сейчас уйти я тоже не смогу. У меня не получится. Почему? Мне легче, если бы он попросил меня сам еще и тогда год назад. То есть, опять же, перекладывайте ответственность. Не хотите принять ее лично на себя. Вот отсюда все проблемы. Вы всегда чувствуете, вы не желаете это признать, вы не желаете в своем поведении исходить из чувств, вы не желаете принять последствия и отсюда ваши проблемы. Отсюда ваши не самостоятельности. Хочу попросить совет. А в чем совет? В чем совет? Совет всем. Хочется еще добавить, что в цех этих переживаний я изменилась сильно, как внутренне, так и внешне, бралась на 10 кг. Сама на себя не похожа. Пристала себя любить, мне не дается вернуться в форму. Мне даже этого не хочется. Мне и все равно, как я выгляжу, вверху смотреть не хочется, так и противно. Ну, я думаю, что... Лично я думаю, что это просто отражение того, что у вас было вот всегда. Я думаю так. Я не думаю, что... Ну, что вот вы сейчас... Что вы сейчас там чувствуете, ощущаете что-то новое. Я думаю, что... Ну, это вы... Я думаю, что вы это... Я думаю, что вы это чувствовали... Всегда. Если честно. Я... Я думаю, что... Всегда. 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 Вы ощущали примерно вот то, что чувствует... Чувствует сейчас просто. Может быть, не желали... Призна... Ну, не желали, может быть, признаваться вот. Себе, например, допустим. Потому что очень редко такие вещи... Эм... Эм... Которые вы описываете, очень редко такие вещи возникают сами по себе, ну, из ниоткуда. Как правило, у них есть... У них есть, как правило, основания этих вещей, у них есть, как правило, причина от этих вещей, и... Как правило, причины эти, они... Ну, они системные. Как правило. Вот. Так что, вы извините меня, но я не думаю, я не думаю, что... Что вот, то, что вы описываете, да, это вот что-то такое. Что-то такое, прям... Необычное. Ну... Для... Для вас. Вот. Я думаю, что наоборот, это вполне естественная история. Вот. Я думаю, что это, наоборот, вполне нормальная история для вас. Вот. И... Соответственно... Соответственно, работа здесь, на мой взгляд, состоит именно с определением потребностной сферы. Вот. И... Соответственно, ну, дальнейшая, как бы, работа с этим. Вот. Вот. Если у вас... Если у вас будет... Такое желание. Вот. В принципе... Вариантов больше особо нет. Вот. Это... Совет. Вот. Какие-то советы... Вам, на мой взгляд, не помогут. Потому что... Это не решит проблемы. Ваши. Вот. На таком... Таком-то вот. В глобальном уровне, да, это не решит вашу проблему. То есть, есть сложность. Сложность заключается в том, что вы не слушаете себя. Не слушаете своих чувств. Не слушаете свои чувства. Вот. У этого есть основание. У этого есть причина. Причина. Которым... Ну, увы, вот. Так к себе относятся. Вот. Вы... Вы сомневаетесь. Но... При этом... Не делается ничего... Да... Того, чтобы... Дать... Ам... Своим... Сомнениям... Волю, да, и... Грубо говоря... Как-то вот... Про... Ну... Позволить... Своим... Сомнением... Да... Ээээ... Скорректировать... Эээ... Реальность... Вот. А... Этого не позволяет сделать. И... Из-за этого возникает трудности. Из-за этого возникает... Проблема. У вас. Вот. И... К сожалению, будут возникать, вот, будут возникать до тех пор, пока вы не будете прислушиваться к себе, к своим желаниям, к своим чувствам, вот. Так что, да, такая вот история. Не очень утешительная, вот, я с вами не спорю, но, тем не менее, хочется верить, хочется верить, что она правдивая, по крайней мере, вот. Что касается советов, то психологи не дают советов, вот, психологи не дают советов, и я не думаю, что мы можем вам давать совет. Вот, то есть вы, мне кажется, за советом можете обратиться к своим друзьям. Вот, вы сказали, что вы не можете, значит, не могли отказаться от брака. Вот, вы сказали это, и мне кажется, это очень, очень, очень хорошее выражение. Мне кажется, что вы идеально просто подобрали описание своего состояния, что я не могу отказаться от брака. Теперь осталось, не могла, точнее, отказаться, теперь осталось понять, почему вы не могли отказаться от брака. Что вам брак такого мог дать, что ради него вы пожертвовали всем, и сейчас не вас сомневается в этом. То есть такое ощущение, что замуж вы вышли по нужде. А замуж так не выходит. По нужде точно не выходит замуж. Вот. А вы вышли. И именно поэтому, потому что вы вышли, вы и, собственно, не шерстливы. Вот. Обрадоваться, обрадоваться, выходить. Это свидетельствует, косвенно, но свидетельствует о том, что вы склонны принимать позицию шерства. В отношениях. Вот. Ваш мужчина психует. У него, наверное, есть причины. Если он так психует, значит, что он много в себе подавляет, много, много, ну, много себе запрещает. Вот. Это то, что тоже требует какого-то, грубо говоря, ну, внимания. Это то, что тоже требует, грубо говоря, какого-то исследования. Понимаете? Вот. Вот. А вы, вот то, что, к примеру, к примеру, вы просто, вот что, вот он, вот он такой, вот он, вот он так, вот он, 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 вот он так поступил, вот он что-то сделал. Вот, ну, то есть, это немножечко, немножечко это не такая позиция, понимаете, все-таки это позиция, мне кажется, больше, знаете, какая, больше позиция такая агрессивная, что ли. Вот, это больше позиция такая, защищающаяся, вот, если вы решаете какие-то свои проблемы, понимаете, вот, через человека, вот. А нужно, нужно, да, нужно, чтобы вы решали не свои проблемы через человека, а чтобы вы решали, если вам хочется, например, чтобы вы решали проблемы исключительно своими, то вы это делали напрямую, если вам этого хочется. По крайней мере, это справедливо будет. А вы, опять же, этого не делаете. Вот. Вот. И у этого, у того, что вы это, что вы не делаете, у этого, это как довольствие есть определенные причины, с которыми вам нужно разобраться. По крайней мере, по крайней мере, менее, менее зависимый от этого, вы не станете, к сожалению, к сожалению. Вот. Я только об этом хочу вам сказать. В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен всеми, если сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ваша ситуация разрешится.